Каждый день они проводят на свежем воздухе, в среднем по 8-10 часов. За день две картины, за смену 20. Летний лагерь «Волжский художник» дарит возможность молодым ребятам почувствовать себя свободными творцами. Вне мастерской, вне учебных рамок, да еще и в местах, воспетых левитаном. Попасть сюда могут учащиеся художественных школ со всей области. Сначала их работы оценивают профессионалы, и уже потом определяется группа лучших. По результатам этих работ делается первая выставка. С этой выставки и начинается открытие Волжского лагеря. По словам директора художественного училища Владимира Миронова, научиться писать пейзаж или натюрморт – это обязательная часть становления художника. Работать на пленэре тем более. Только здесь при активной роли света и воздуха можно научиться чувствовать пространство, цвет и ритм, создавать композицию. Я думаю, что с натурой рисовать проще, чем кого-то копировать. Потому что у каждого должна быть своя рука видна на работе. И усовершенствовать какую-то свою технику. Творить много и долго учат профессиональные педагоги. Здесь они проводят мастер-классы. Рисуют вместе с учениками. И на своем примере показывают, как надо видеть и чувствовать то, что пишешь. Но при этом сохраняя индивидуальность художника и помогая ему найти свой стиль. Кто-то любит детали писать. Кто-то, например, рвется к цвету и, может быть, что-то по-своему видит и обобщенно. И поэтому я считаю, что у каждого есть свои особенности. Пленэр – это лучшее условие для любого пейзажиста. Хотя и работать в них не всегда просто. Надо учиться экономить время. Потому что на пленэре очень быстро все меняется. И в результате вот такой смены, погоды и так далее, просто сложно писать. Тем более, в последние дни были дожди. То солнышко, то дождь. Переводить состояние одного в другое – это очень сложно. Ира Морозова считает большой удачей, что попала сюда. И сейчас она в числе лучших. Переменчивость погоды художницу не пугает. Она вообще любит стихию во всех ее формах и проявлениях. Я как-то больше люблю писать воду. Особенно, когда на закате отражает небо. Когда это все. Какая-то гармония присутствует в этом. Просто что-то такое божественное, неповторимое. Иван родился в семье художников. Сейчас учится на графического дизайнера. Свою потребность в творчестве сравнивает с проснувшимся аппетитом. Как говорил мой преподаватель Ира Миша, он говорил – вкусно. Вот когда вкусно, это очень хорошо. Тебе сейчас вкусно? Мне сейчас вкусно, да. Каждую неделю в лагере проходит отсмотр картины. Ребята вместе с преподавателями обсуждают основные ошибки и недочеты. Выбирают лучшие работы. Именно они будут представлены на итоговой выставке в начале августа. Рядом с музеем пейзажа в Плёсе. Посмотреть на них приедут заслуженные художники России. Профессора живописи и деятели искусства. И кто знает, чем может закончиться эта встреча для скромных, но талантливых ребят. Нина Сардейская, Андрей Семиволков, Валентин Липатов, РТВ Иваново.